Практически прекращены поставки лекарств из Украины в аптеки на неподконтрольных Киеву территориях. Мирные жители испытывают острый дефицит различных медикаментов для взрослых и детей. Самая большая потребность в кардиопрепаратах. Те лекарства, которые в аптеках можно найти, подорожали втрое. Подробнее о проблеме расскажут корреспонденты событий. Сергей объездил полгорода в поисках лекарств и в этой аптеке нужного не нашел. Немного лекарств пропало. Поставок нет. Блокада, блокада. Упорно ищут медикаменты и Алена. Вы нашли лекарства, которые ищете? Нет. Почему не знаете? Думаю, что нет украинских поставок. А заменить ничем нельзя? Этот препарат не заменяется. Это жизненно необходимый препарат, он не заменяется. Жители города отмечают дефицит жизненно важных препаратов, а также лекарств, которые продаются только по рецепту. В последнее время на полках донецких аптек появились седативные, противовоспалительные препараты, анальгетики и спазмолитики. Провизоры объясняют, откуда. Как с лекарствами сегодня, например, очень хорошо пришел товар. А откуда, если на секрет? Ну, с России поступаем. Да, российские товары. Петр Иванович почти 50 лет отдал медицине. Пенсионер уверяет, цены на медикаменты выросли минимум втрое. Три раза, это минимум три раза. Ужас. А кардиомагнил брал 35, потом 70. Сейчас 170. Так вы посчитаете, в сколько раз? Онкобольным диабетикам и тем, кто страдает другими тяжелыми недугами, лекарствами помогает штаб Рината Ахметова. Выдают препараты нуждающимся в одной из аптек города. Мы только с больницы, инфаркт перенес. Перед этим мы инсульт очень. Если бы не Ринат Леонидович, сколько нам помощи дает? Большое спасибо за все. У Раисы Васильевны диабет и больное сердце. Женщину несколько месяцев поддерживает штаб Рината Ахметова. В рамках программы «Адресная помощь». Они мне жизненно необходимы. Жизненно. Без них я не живу. Без этих лекарств. Понимаете, Ринату Леонидовичу очень благодарна. И пусть ему возвратится в миллион раз больше, чем он дал людям. Половина жителей Донецкой и Луганской областей, согласно данным гуманитарной карты Донбасса, крайне нуждаются в лекарствах. 32% опрошенных отмечают острую нехватку кардиопрепаратов. Недостаточно также антивирусных и противовоспалительных лекарств. Ежедневно на горячую линию штаба Рината Ахметова поступают около сотни обращений от мирных жителей Донбасса с просьбой помочь в лечении. В том числе это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому ежемесячно штабом Рината Ахметова оказывается бесплатная помощь в выдаче кардиопрепаратов более 500 мирным жителям Донбасса на сумму 75 тысяч гривен. За 9 месяцев по направлению адресная помощь лекарства получили более 7 тысяч человек. Спасибо, конечно, фонду и то, что и подкармливает, и подлечивает нас. Спасибо Ринату, все-таки не забывайте своих земляков. Штаб Рината Ахметова будет оказывать помощь мирным жителям Донбасса, пока в этом будет необходимость. Юлия Меншакирова, Данила Киреев, Владимир Конопля. События. Канал Украина.